Привет, дорогие друзья, с вами Сергей Симонов, канал Добра и Позитива, и сегодня я в гостях у интересного человека, зовут его Владимир, прошу любить и жаловать, фамилия Кузнецов. Здравствуйте, ребят. Да, он основатель Академии, да, или как правильно? Академия, Международная Академия ВИТО Математики. Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее, да, и просто чтобы наш такой формат сегодняшнего такого чаепития, да, не превратился в такой какой-то унылый, такой заумный разговор, наверное, начнем об интересных вещах говорить, чтобы прежде всего вам, нашим зрителям, было это интересно досмотреть. Тоже рекомендую вам запастись чайком, кофейком, взять сладкую булочку и прильнуть к экранам ваших мониторов, телевизоров, все, что у вас показывает наше сегодняшнее видео. Ну, начну, наверное, с того, что в сегодняшнем выпуске поговорим вообще о жизни, о душе, о теле, о многих таких интересных вещах, потому что приходят от вас частенько интересные вопросы в комментариях, там, типа, что важнее, душа или тело, да, зачем нужна жизнь, смысл жизни. И вот все, что с этим связано, конечно, вы сейчас наверняка там подумаете и скажете, а, там, типа, опять философские рассуждения, там, на тему того, что такое жизнь, там, и все остальное, ребят, и, наверное, вы будете правы, потому что у каждого свой выбор, своя, там, не знаю, жизнь, там, каждый, наверное, делает так, как считать нужно. Ну, вот ты как считаешь? Ну, во-первых, философия – это очень важный вариант вообще в нашей жизни. Философия нас учит, рассказывает нам, как включать логику, где не включать, да? Философия в определенных пониманиях – это именно то, что объединяет, это как цемент, раствор в этих кирпичиках, которые имеют, там, жизнь, там, ну, другие отношения какие-то. Все правильно. То есть и философия в России очень плохо с философией. И были какие-то у нас же свои постулаты, нас учили, вытравили религию, ну, то есть убрали. С одной стороны, вроде бы создавался хороший строй, не вроде бы, а создавался идеальный строй, да? То, что мы говорим, самые главные три таких напрягающих фактора, которые на Земле вызывают войны, конфликты – это, прежде всего, национальность, религия и разница между мужчиной и женщиной. Так вот, если мы говорим о социализме, который был и нам, ну, как бы, направляли нас по этому пути. В целом, если разобраться, все было неплохо. Все было неплохо. Но, единственное, конечно, холодильники у всех были пустые, массы были недовольны, поэтому этой ситуации не состоялся, этот эксперимент. А если так разобраться, по большому счету, вроде бы и ничего плохого не было. Потому что мне повезло как раз житья 60-го года, я прошел вот эти все стадии, да? И в целом, как бы, идеология была нормальная, но не было веры. Весь мир вообще управляется, по сути, управление людьми происходит за счет двух факторов – страха и веры. Двумя руками могу сказать, что страх был при социализме. Согласен. А насчет веры, ну, вера, вера, она была у людей, но она разрушалась несбыточными, несбыточными, а то, что люди, руководящие роль партии, было тогда, да, они были плохо у них с экономикой. Вот, поэтому, и здесь нельзя исключать там фактор соседних государств капиталистических, которые шли другим путем. Ну, и в итоге, как бы, это крах произошел, чисто экономический крах. А так бы, если была бы экономика в порядке, то все бы, может быть, и... Может быть, было все и не так, и плохо. Такой вопрос, но все-таки, вот, что важнее, да, душа или тело? И вообще, вот, что такое человек, вот, прежде всего, вот, возникает вопрос, да, то есть, это что? Ну, вы знаете, на этот счет уже давно все написано. И, в принципе, сказано. Ну, есть определенная, отвечая конкретно на ваш вопрос, что такое душа и тело. Только в России, говорят, еще спорят, что есть душа или тело. Весь мир признал, что есть душа и есть тело. И если посмотреть, не оскорбляя великий ум, сущность человека, пребывание на этой земле, можно сказать так, что тело – это биологический робот. А душа – это то, что управляет им. Если взять на эту тему много интересных, есть модели, уже в фильме показаны. Это аватар очень интересный вариант. Кстати, да, наверняка смотрели, аватар яркий тому пример. Конечно, там вот аватар – это такой яркий пример. Если мы представим на какой-то период, что это так происходит именно с нами, то будет весело уже всем. Потом, я думаю, что неплохой пример можно взять и посмотреть. Это вообще, для меня это очень понятная и идеальная история. Это фильм «Матрица», да? Да. «Матрица» – тоже интересный сюжет, тоже интересное решение. И если мы посмотрим, как сегодня продвигаются компьютерные игры, как решаются все эти вопросы, да, как многие говорят, чтобы человеку дольше прожить, и в физическом и прочем смысле, да, то не исключена возможность биологического компьютера, да, который потом мы переходим в него, в это состояние, которое, в принципе, такие же все ощущения, такие же все… То есть, грубо говоря, это компьютерная игра, да? Жизнь – это компьютерная игра. Да, компьютерная игра со своими правилами определенными. Почему мы говорим, что в любой компьютерной игре есть правила? Если ты их нарушаешь, там тебе дают жизни, повторения, прочее, прочее. Это очень сильно похоже, вообще сам принцип, и само построение компьютера очень сильно похоже на ту же Библию, которую мы говорим, да, вот все вот эти истории, да? И не совсем Библию, я хотел сказать, а вот эти учения религиозные, если мы будем говорить, это все как бы слеплено и поставлено, да? И по сути, по сути, если так разобраться по-серьезному, то вот эти религии, которые существуют на сегодняшний день, это не что иное, как техника безопасности, пребывания в нашем среднем миру, это называется, да? Понравится это выражение, да. Да, это техника безопасности пребывания в нашем миру. На самом деле там все написано, да? Вот вы говорите, душа – тело, что первично, да? Очень много, не первично, а что важнее. Да. Существует очень такой, я бы не назвал это религия, это буддизм, да, это учение. У них есть там периоды реинкарнации, да, переходов вот этих всех. Да. И если так посмотреть, здесь все так, конечно, говорить может каждый, если у него правдивый взгляд, уверенный голос, ему будут все верить. Но на эту тему пока еще нет ответов. Но это все написано, это есть. Или же это был хороший фантазер, который это все создавал и делал, да? И это с веками пришло к нам, да? Переинкарнация, да? Но по сути дела опять возвращаясь к компьютерной игре, там же тоже несколько жизней дается, правильно? Да. И поэтому и здесь сходится все, да? Если мы посмотрим, пойдем глубже, да, возьмем основу научное такое, как бы, вообще, что такое наука в двух словах, да? Это очень хорошо по науке сказал, мне очень понравилось высказывание, был такой в СССР Андроникашвили, ученый, он был лауреат Сталинской премии, он такой известный физик был. Это, кстати, брат родной Андроникова. Такое, которое я читал, да. И вот он очень хорошо сказал о науке, он сказал так, наука это то, что неизведанное, на то, что нет ответа. А вот то, что уже мы видим и понимаем, это научно-технический прогресс. Вот, и все вот эти моменты, вокруг которых мы сейчас строим вот этот разговор, строятся или о науке, если наука все привыкли, то ученые, логарифмические линейки, компьютеры, да не совсем так. Наука может быть и быть и философией. Философия это не обязательно пустая болтовня. Или приход к тому, что возможно, и она и говорит об этом, возможно это и будет, если мы так сделаем. То есть это как бы такой путь продвижения наших возможностей. Хорошо, это понятно. Но вот у меня сразу возникает вопрос, наверняка у зрителей тоже, да. То есть, хорошо, есть биологический робот, есть душа, которая управляет, соответственно, этим роботом, да. И есть такое понятие, как судьба, да. То есть то, что заложено либо душой, либо этому роботу, либо это все вместе, совокупность, да. То есть неких каких-то определенных, я не знаю, там, опытов, жизненных каких-то необходимых целей и задач, которые вот этот робот должен сделать. Ну, давайте так, если мы говорим о душе, мы тогда не можем сказать и о Боге. Потому что вот он везде идет венцом творцом, да. Творцом, да. Ну, на этот счет очень много работ написано. И со стороны российских ученых, да. Это академик, очень, ну, правда, очень известным именем Вернадский, да. До него еще писали. Значит, это всемирный космос. Вот это не что иное. Мы говорим о Боге. Я не хочу кощувствовать, извините, заранее, если верующие какие-то моменты. Мы сейчас же рассуждаем, этому я никого не оскорбляю. Просто я рассуждаю, фантазирую, да. Разговор за чашку чая. Да, фантазирую. Если так разобраться, чтобы разобрать вот эту суть, для чего мы, кто мы, чего. Давайте представим интернет. Где мы все связаны одной цепочке, в цепочке сети одна, да. Да. Вот представьте, что весь мир, не только Земля, но и Вселенная, которая нас окружает, она тоже в этой цепочке интернет. То есть это не что иное. За основу мы берем интернет, потому что это понятно. Естественно, это не интернет, это более что-то глобальное, более интересное, более рассеянное. И вся Вселенная, так ее назовем, она объединена вот этими паутинами. А Бог, это не что иное, как мощный большой сервер. Понятно. Ну не хочу кощунствовать еще раз. Ну ты довольно-таки понятно. Вот этот Бог, да, он объединяет нас. Я пытаюсь современным языком, чтобы сегодня... Сегодня никому не расскажешь, иди там есть Бог в виде этого человека, который там карает или наоборот в рай, в рай или в ад отправляет. Ну сегодня как бы особо в это и не верят, в принципе. Многие, да, особенно молодые, которых вся жизнь впереди и не боятся ничего. Ну к старости люди приходят к Богу. И если мы говорим таким простым языком, что Бог это не что иное, как сервер, да, то есть это связующее, которое нас всех объединяет, и в этом сервисе происходит вот этот обмен информационный постоянно, постоянно уже несколько миллиардов лет, кстати, это уже сравнение, да. Да, несколько миллиардов лет. То вот он и Бог. А Бог, если мы возьмем, опять же, повторюсь, все писания любых религий, это написано правило техники безопасности. Где там вот эти 10 заповедей, которые действительно все мы их знаем, да, не уби, не укради, там. Ну понятно. А если мы так будем жить, вот ответ, ты будешь праведный, правильный, и тебе ничего не прилетит. Если ты хочешь проверять эти заповеди, то тебе обязательно прилетит. И тогда у нас начинаются вопросы, а за что, а почему правильно ли мы живем, а вот эти нарушения, потому что при определенных моментах тебя могут так же куда-то, если ты натворил что-то, да, тебя могут ограничить в свободе, да. Тебя могут, если ты ведешь по отношению к другим заносчиво, высокомерно, да. Через 10-20 лет придет тебе оборотка, и ты будешь одинокий сидеть, да. То есть все это, вот эти все моменты, они уже прописаны, прописаны здесь есть все. И если мы, опять же, говорим, вот это объединение, оно более понятно, это сервер, существует какой-то сервер, он называется, в моем понимании, Бог, который объединяет всех, потому что... По большому счету, интернет это тоже Бог получается. А вот мы сегодня к этому приходим, сегодня уровень интернета в России, Россия хоть в одном лидером идет самым мощным локомотивом, это развитие интернета, информации, что-то там прирост идет 20% в год, что ли. И это хорошая цифра, если взять только американцы, мы идем, а Европа отстает, и другие, а другие страны вообще не говорим, да. Да. И поэтому вот этот обмен, обмен, да, вот он и есть, я думаю, что это вот Бог, потому что в Библии, в Писании написано, создал себе по подобию, как Он. И некоторые немножко путают понимание, вот эти все представления, говорят, я сам Бог. Нет, ты подобен Богу, ты такой же, как Он. То есть, опять же, это мысленно наталкивает на рассуждение, да, что, ну, мы все одинаковые, а сервер или кто-то еще, цепочка объединяющая, или то информационное поле, которое нам предоставлено, дает нам эти ответы на вопросы, которые между нами происходят. Понятно. Я так вижу, ну, так интересно. Ну, в этом что-то есть, но опять же, ребят, напишите в комментариях, то есть, как вы считаете, да, я считаю, что творец, вообще все, что нас окружает, да, потому что, вот мы, например, с утра просыпаясь, мы не знаем, что будет сегодня, да, то есть, мы можем только догадываться. Конечно. И, а все равно, каждый день наступает утро, сходит солнце, проходит день, там, либо идет дождь, либо еще что-то такое происходит. То есть, мы можем просто только знать, примерно, что будет. Ну, точно. Ну, мы планируем, как наши действия, движения, все это есть. Как это, правильно, пословица такая есть. Ты предполагаешь, а Бог... Нет, есть еще такая пословица. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи Ему о своих планах. Расскажи Ему о своих планах. И вот, наверное, ребят, сейчас мы подошли, в принципе, плавно к, наверное, самому интересному, да, в этом сегодняшнем выпуске. Что же такое витоматематика, да, то есть, что это такое, то есть, как объяснить то, что происходит с человеком? То есть, это закономерность, либо это что? Ну, давайте так по порядку, да. В двух словах, витоматематика, это я объединил в этом направлении вось семь наук. Ну, наук, еще раз повторимся, если в моем рассуждении есть именно то, как я говорю, значит, это будет пускай так, с моих слов. За слова меня ловить не надо, я просто рассуждаю именно, если моя теория верна, да, то будет происходить в следующем. Значит, вот витоматематику я объединил семь наук, семь направлений, которые взаимосвязаны между собой, я их сделал в взаимосвязи, отработал более точно, более правильно написание, толкование, и получил витоматематика, да. Еще раз повторюсь, это математика жизни. Мы сейчас говорим о том, что можно ли прогнозировать, можно ли прочее, да. Ну, опять вернемся к первому нашему, да. Первым нашим фразам, что человек это биологический робот. Да. Если он робот, значит, его можно считать, да. Если его можно считать, значит, есть какая-то формула. Ну, значит, соответственно, я нашел эту формулу, да. Я ее нашел, у меня мой учитель, первый в этом направлении, это Клара Куздербаева, это моя супруга, это, ну, значит, у нас такой творческий союз. У нас Клары сегодня нумерологию, я побоюсь, не побоюсь этого сказать, в мире никто не трактует. И на основании полученных знаний от Клары я создал вот эту всю интересную историю. То есть у вас такая пошла, да. Да, у нас такая, потому что Клара и равных нету, это уникальный человек, это просто... Ну, кстати, о Кларе Куздербаеве я снял уже, в принципе, видео. Да, ну, поэтому наша встреча и повторяется. Да, можете посмотреть. Пошли дальше, да. Да, и действительно, Клара уникальна сама по себе. И как психоаналитик, как человек, который именно рассказывает про судьбу человека и показывает, каким путем надо идти, она не дает совета, она просто показывает. Иди этим путем, да. И на основании этого получается так, что сегодня, на сегодняшний день Витаматематика может рассказать о человеке. Это будем брать сначала психологический портрет человека, манера поведения человека, как даже выглядит, как он говорит. То есть, не видя человека, не зная о нем вообще в глаза, можно о нем все рассказать. Ну, наверное, давайте еще так вот, чтобы совсем было просто понятно и интересно, да, то есть, мне кажется, что вот эта техника и технология, она была еще и в советские времена. Наверняка у спецслужб, у каких-то еще... То есть, скорее всего, это такая давняя тема, о которой просто долгое время умалчивают. Ну, ее закрыли, да. Это закрытая тема была. Когда-то при Тимирлане был такой царь великий Тимирлан, Тимур, да, он в одну ночь вырезал всех нумерологов. А зачем? Чтобы знали, что, кто они такие? Проще управлять необразованными людьми и диктовать им свою волю, да. Все правильно. В том числе, как бы, это можно тоже применять, когда, допустим, просчитывается психологический портрет, я занимаюсь тем, что вот есть компания, сотрудники, работники, да, кого принять, кого уволить, подбор персонала, как тот ли иной человек на своем месте находится или нет, да. Конфликтный, неконфликтный. Муки, да, вот эти конфликтные, неконфликтные. Воровство, опять же. Да, это воровство, можно сказать. Кто ненадежный человек, кто может обмануть, да, или так, прославить кидалов, да. Вот, и поэтому на эти все вопросы дает один из разделов вида математики, это нумерология. И действительно, я сейчас уже расширил, я уже занимаюсь, это восьмой год этим, очень серьезно, мне так повезло, что кроме этого я чем не занимаюсь, у меня был свой бизнес когда-то, и вот те средства, которые есть, я так не то, что жирую, но спокойно позволяю себе заниматься любимым делом, творчеством, где-то вот этим вопросом. Это интересно. Вот, я вот сейчас, грубо говоря, начал об этом говорить, писать, и это можно прочитать на сайте, на моем занятии. Ну, кстати, оставлю сайт, ссылочку посмотрите, пройдете, может быть интересно будет. Да, ну, чтобы не забиваться. Вот, и философия такая, используя нумерологию в том виде, в котором она есть на сегодняшний день, как трактуется, опять же, моим учителем Кларой, а я ее ученик, да, вот, там можно все это видеть, все понимать. Когда детей, допустим, как лучше воспитывать детей, на что обратить внимание, на что профилировать, на какую профессию. Вот это важно, потому что вот многие из моих подписчиков задают мне, в принципе, один и тот же вопрос. Вот мама там с папой отправили учиться в такой-то вуз, не могу, не мое, вот, учусь, потому что жалко трачу их деньги, но знаю, что по этой специальности работать не может. Ну, такой же пример был с Кларой. Она тоже закончила первый вуз технически, это абсолютно не ее тема. Не ее тема. Но когда она закончила психологию, это все, и пошло, пошло, пошло. Поэтому, ребят, очень важно, конечно, действительно найти именно дело своей жизни путем, вот, опять же, тех вещей, о которых говорит Владимир. И вот, что еще хотел спросить вот по поводу имени человека, да? То есть здесь же совокупность всего это играет не только цифры и числа, а имя. Давайте я так могу сказать, да? Так как ситуация, имя, отчество, отчество еще. Да, оно играет определенную роль, определенную роль накладывает, но основа всего это дата рождения. Это, знаете, как вот есть инкубатор, чтобы никто не перепутался, да? Или датабанк. Вот для удобства было введено в день рождения. Ну, я так, мы же договорились, что я так рассуждаю, что так в мире есть. В таком, да. Да, и вот как бы, чтобы никто не потерялся и всем было понятно, именно вот этой системе, назовем ее Богом, да? Все расписаны данные на каждого. И основа, основное, спасибо. Основная, вот, основная нагрузка лежит на дате рождения. Имена, вот многие говорят, я поменяю имя, фамилию, там, отчество, ну, то есть, вы знаете, это нормально, но я могу сказать, если ты веришь в это, значит, оно тебе поможет. Есть такой момент, эффект плацебо, да? Да. Ну, в мае, вот я думаю, это так. Конечно, да, 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 да. Ну, вот, есть определенные исследования, да, которые я веду уже на протяжении многих лет и задаются определенные вопросы, статистика ведется, да, где вот как раз сочетание имя-отчество, оно играет определенную роль. Процент очень высокий, когда делается анализ между, допустим, папой и сыном, да, при взаимоотношениях против, там есть одна интересная, значит, направляющая, я всегда это задаю как исследователь, да, это действительно работает, это правда, то есть имя-отчество добавляет отношения между отцом и сыном, или между мамой, как они относились там к воспитанию или как относятся, да, вот, это играет роль, но основа, основа, это как штаб паспорта, это дата рождения. А место рождения? Ну, место рождения обстоятельства это не играет? Не играет роли, абсолютно не играет, конечно, роли, естественно, я жду такой вопрос, да, а как же те, которые родились там, год рождаются в эту же дату, да, не имеет часа рождения, время, да, естественно, меня часто задают такой вопрос, ну что это одновременно на земле, значит, родилось в этот день столько-то, столько-то людей и у них одна и та же судьба. И вот теперь вопрос судьбы, да? Да, вопрос судьбы. Опять же, мы сейчас пока говорим только нумерологии, используем по нумерологии знания, использовать судьбу. Дело в том, что, когда делается расклад нумерологический, у кого-то там норма 3, вот норма 3, присутствует, допустим, единица, да, тройка, и при определенных раскладах, если выше тройки, уже идет аномальность какая-то, да, или есть когда нехватка чего-либо, допустим, отсутствие той же двойки, там, единицы, в 2000 году многое родилось без единиц, да, то есть это говорит о том, что отсутствие, вот это один из психофакторов, да, потому что они основаны 9 психофакторов, по которым мы рассказываем вот эту всю историю, что это за человек, и когда у человека это отсутствует, то, в принципе, применяя методики, можно посмотреть, что отсутствует, и есть опять же методики, именно витаматематика их нарабатывает, отвечает на эти вопросы, что и как надо исправлять, то есть, исполнять все, то что рок, судьба, окей, да, это есть, это присутствует, если мы не работаем над собой, потому что есть периоды такие, определенные в жизни человека, если мы не работаем над собой, ну, превращаемся в бомжей, пиздельников, ну, понимаете, да, и в большинстве случаев это губит, это губит, но нумерология отвечает на вопросы, что надо подтянуть, да, что можно изменить, что надо исправить, особенно, это маленьким ребятишкам, ну, и людям, которым, ну, после 20 до 30, потому что, судьба именно так определяется, уже этих людей, в основном, 20-30 лет, человек уже принимает профессию, он уже обретает, какой-то путь, какой-то уже каркас у него появляется, свой видение мира, да, это очень важно, тоже в этот период, как бы, понимать, и поэтому, на вопрос, можно ли изменить судьбу, да, можно изменить судьбу, если мы берем судьбу, именно, вот этот психологический фактор, да, человек, который родился, с этим номером пришел, это его судьба, ее можно исправлять, ну, исправляя, если, допустим, у тебя написано, что ты ленивый, ну, начни работать, да, если у тебя написано, там, по программе, если ты не сдержан, торопливый, и, когда, прежде чем принять решение, прежде чем принять решение, до восьми, да, считай, да, хотя бы, до восьми, а если ты сделаешь еще такой великий подвиг, приучишь себя отвечать, через наследующий день, обдумав все эти вопросы, и получив, допустим, рекомендации, как правильно ответить, как сделать анализ, у тебя не будет этих ошибок, потому что, при определенных факторах, есть люди, которые вечно виноваты, есть такие, ну, прям программы, вечно виноваты, почему? Потому что человек, как правило, необдуманно говорит, да, второе, не умеет говорить, нет, хватается за все, утверждается, а не всегда хватает, ни сил, ни возможности, ни знаний, в этом что-то есть, да, я вот, наверняка, вы сейчас сидите там, да, и думаете на той стороне экрана, что, ну, что там, типа, за чушь, какая-то ерунда, нумерология, там, все же с этим связано, смотрите, а вот, давай, чтобы просто людям и зрителям было интересно, вот, на примере, например, каких-то известных людей поговорим, да, вот, хорошо, вот, что, вот, сейчас, Володя, к примеру, скажет, да, как бы, свой такой прогноз, да, вы потом послушайте и скажете, что, да, это правда или неправда, я, например, много уже с Владимиром, и с Кларой общался, да, и многие примеры рассматривали, я скажу, да, что это работает, это, что-то в этом есть. Ну, во-первых, факторов много, да, в свое время, и, в принципе, сейчас я, как бы, еще пока до конца не отошел, это, это Олимпийский комитет, спорткомитет России. Так. По этому вопросу, это просто, знаете, как бы, проще говорить, тогда, когда уже это случилось, человек приходит, говорит, а вот я вот, вот смотрите, посчитал, но это было до того. То есть это уже факт? Да, да, это уже факт, но у меня вот как раз, лучше всего это именно по спорту, да, я со многими федерациями работал, делал прогнозирование, да, и могу назвать фамилии известных людей, с кем непосредственно, ну, выполняющий заказ я выполнял, и как бы, больше будем говорить, я делал научные исследования, да, когда проверял эту ситуацию, да, это, допустим, там, вот вице-президент федерации хоккея, Тузик, допустим, да, с которым мы разработали, работали, общались, и когда я просчитывал ему зрения, составы, тройки, пятерки, это то, о чем я вам говорю, многие говорят, там, вот тот же тренер, да, как он формирует, там, команду на игру, опять же, вот все это работает, какого-то игрока надо дать отдохнуть сегодня, его поберечь, он на спаде, допустим, в другой игре он выходит великолепен, да, и вот эти очень много моментов, допустим, Тузик, да, потом, это срабатывало, ну, конечно, когда я просчитал, когда наша молодежка никогда не выигрывала у канадцев на чемпионате мира, и когда я посчитал, сделал прогноз, я говорю, они выйдут до финала, дойдут, если вы в финале поменяете вратаря, ребят, не ставьте вратарь уставший, и продержаться надо ровно полтора периода, обейтесь, да, ну, как бы, защиту, нагрузите, чтобы, погоняйте их, вся команда сдохнет, потому что, на самом деле, тот вратарь, который стоял у американцев, да, он был на спаде, ряд нападающих у них, трое были, тоже на спаде, защита была тоже дырявая, там, четыре человека тоже были, то есть, вот так получилось, что можно было их брать былыми руками, да, и поэтому, тот вратарь, который наш стоял, он тоже был на спаде, я им рекомендовал поменять, ну, кто ж поверит сразу, да, вот, и когда наши ребятишки проигрывали, 3-0, 3-0, поменяли вратаря, это уже был третий период, поменяли вратаря, и пошла, как раз, на вал, наши выиграли 5-3, это, да, это сенсация, это событие, буквально, недавнее выводное, ну, это было событие, как раз, начало у меня работы со спортом, это года три назад, это молодежная команда, она никогда не выдала чемпионат первого, но, вот здесь так повезло, конечно, Брагин молодец, тренер, здесь все молодцы, прочее, прочее, но я пришел, заранее им сказал, ребят, ну, говорим, потом, очень много было работы, допустим, есть федерация фигурного катания, да, наш любимый, всеми любимый, он сейчас президент федерации, Гошков, тоже с ним было общение, тоже мы говорили, и, допустим, до чемпионата мира во Францию, это было тоже года три назад, я дал прогноз по команде, довольно-таки неутешительный, и сказал, ну, слушайте, ну, ну, так готовы, готовы, ладно, я не буду его критиковать, да, но, когда он мне позвонил на следующий день, да, и сказал, Володя, почему ты сказал, две пары упадут, почему три упало, именно я назвал фамилии, то есть, кто как выступит, да, и при этом разговоре присутствовал, потом мне первый, потом мы уже встречались, личной беседе, присутствовал заместитель, спорткомитета России, да, Нагорный такой есть, да, он отвечал за зимние виды спорта, и при нем был разговор с Гошковым, и он мне потом уже рассказал, как Гошков реагировал на это все, и он сказал, ну, ладно, говорит, он мне сказал, что Леонова должна там что-то показать у нас, сейчас, говорит, подождем, посмотрим, понятно, говорит, команда так, и действительно девочку взяли первый раз на чемпионат мира, и она была как запасная, из трех медалей, кого взять, я говорю, возьмите девочку, это будущая олимпийская чемпионка, если правильно работать с ней, и действительно девочка приехала, первый день она была на первом месте, ну, и в итоге она серебро выиграла, к сожалению, да, как-то, я не знаю, я не занимаюсь сейчас именно, тренинг, ну, подготовка сборных, и прочее, потому что немножко другие планы, и будем откровенно, там, как-то, деньги не платят, сорвать, за родину, конечно, я готов, и иногда ко мне обращаются, вот тоже, федерация легкой атлетики, вот, к сожалению, поменялись, Балахничев, это был президент федерации, потом, я сейчас, как бы, так могу сказать, с кем, там, с грибцами, я делал, прогнозировал, слушай, ну, а с футболом, что у нас вообще, перспективы-то есть, а то наверняка, там тоже, смотри, что творится, ну, по футболу, по футболу, вы знаете, да есть перспективы, все нормально, грубо говоря, я скажу такую вещь, как бы, она интересная, да, ну, пустите меня туда, запустите еще 3-4 человека, просто нету, такой, какой-то научной базы, исследовательской, да, если мы говорим, немножко в сторонку, да, уйдем от этого, то, вот, допустим, американцы везут на Олимпийские игры 50 человек, это, это люди, которые дают энергетику, там, подпитку, психологов, по-моему, вроде, и китайцы везут, точно такое же количество, а у нас с нашей сборной едут, ну, поехали, едут только представители команды, чиновники, да, это их не вопрос, это, это отбрасывается, конечно, назад, да, я не плачусь и говорю, возьмите меня, возьмите меня, придет время, потому что не всем нравится, я думаю, это такая оценка моя идет, что не всем нравится, что кто-то будет влезать в эту кухню, ну, да, у них же там, они же все великие, и поэтому, самое интересное, можно тоже к этому по-разному относиться, но это работает, конечно, это работает, взять, допустим, это многие вещи, которые, да, мы проговариваем, вот спорт проговорили, да, прогнозирование очень интересное, в спорте там очень, большой, высокий, очень коэффициент, если тренер знает, может подправить, исправить, то это будет еще выше КПД, да, я делал исследование, это очень интересное исследование, есть такая фирма, она называется, она занимается перевозкой людей на вот этих микроавтобусиках, фирма называется Автолай, в свое время Никита Музырия, там генеральный директор, приятельские отношения хорошие у меня с ним, и мы так разговорились, он говорит, что ты так можешь ответить, там, у меня много людей, у него 4 тысячи человек работает, это вторая компания в Европе, по емкости людей, ну я тебе про всех расскажу, про всех твоих руководителей и прочее, сделали исследование руководителей и прочее, когда я рассказывал, кто у них есть кто, они же тоже их нанимались, они были, конечно, очень довольны, ну не говорю, что были в шоке, но очень были довольны, говорят, откуда ты их знаешь, вообще ты их не видел же, ну и вот так как бы мы пошли больше, и со стороны Никиты, он же бизнесмен, он говорит, слушай, а что с водителями, я говорю, давайте я составлю графики, когда твоим водителям не надо выходить на линию, а аварийность твоя сократится, ну человек здравый, он говорит, хорошо, то есть ты можешь сказать, что ты на год не даешь, эти люди не выходят, у меня понижается аварийность, я говорю, да, легко, он говорит, на тебе на год, прошлый год, который был, вот все аварии, причем аварии, я даже не ожидал, у них год происходит 556 аварий, представляете, то есть полторы аварии в день, а что это такое, да, это не дай бог люди погибли, это столкновения, это какие-то, то есть не работают, они простая защита, и вот он мне дал список тех людей, дал даты, дал мне фамилии людей, я спокойно сделал исследование, потом мы сели, то есть задним числом, они меня проверяли, ну грубо говоря, Иванов, там, февраль, и я называю дату, когда была авария, то есть вот эти, исходилось все, ну я могу так сказать, что это было первое исследование такое, да, и получилось 42%, когда, ну не совпадение, наверное, а, ну, ну, да, совпадение, или по расчету, оно совпадало, и те, кто с кем я беседовал, они были в шоке, они говорят, как-то это можно видеть, да, но в ходе вот этого исследования, там появилось еще 10% закономерности, грубо говоря, если бы человек еще до того, как не выходил, да, есть такое понятие, кармический треугольник, и на него очень хорошо космография, это одно из разделов, вида математики, оно показывает, это видно все, когда у человека какое настроение, какой спад, подъем, вот, и вот в этой всей истории, когда я сделал это все, показал, еще 10% добавилось, то есть, это получился коэффициент 52%, представляете, 52% будем говорить, после на убрать аварии, да, пускай не 52%, пускай 30%, если при вот этом, такой работе, сохраненную жизнь, миллионы рублей, это сохраненные, да, я, извините, говорю о деньгах, в первую очередь, но там бизнесмен, да, прежде всего, это сохраненная жизнь, это большая экономия, это прибыльность, доходность, вот вам примеры, то, что мы говорим, допустим, о политиках, ну, так их можно, будем называть, допустим, отставку Лужкова, там было заранее уже сказано, на эту тему, да, события, вот недавно, по поводу Ходорковского, по поводу Ходорковского, было уже все, просчитанное, заранее, как-то пытаешься, люди, слушай, Немцову не считал, Немцову да, считали, но опять, здесь объективность в чем, да, до, а это уже случилось, и наши, наши друзья могут сказать, да, конечно, они там все всегда подгонят, это же цифры, да, что самое интересное, здесь, ведь у математики нет подгонки, там есть цифры, тупые цифры, ну, не тупые, а тупую, отчетность идет, и когда я смотрю, я отчетность трактую, я ничего с неба не беру, я на камешки не кидаю, я там на кофейную кущу не смотрю, у меня есть математика, которая отсчитывает, и каждый может это посмотреть, я могу дать трактовки, вот здесь так, здесь так, 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 и поэтому, и поэтому даже, вот я говорю, то есть, по Евтушенкову, говорилось, ну, там, как бы, пытаешься же довести, чтобы люди не, ну, зачем им награбли наступать, да, естественно, очень много скептиков, да, ну, говорят, да, но если, но если у человека случилось, да, произошло, потом их уже не отгонишь от себя, люди не то, что зомбируются, я всегда говорил, не надо зомбироваться, не надо, вы посмотрите внимательно за то, что, те данные, которые вам даются, да, анализируйте, вот здесь как раз вступает философия, которую мы так все не любим, все начинают, а если философ болтун, да, и вот здесь как раз вступает философия рассуждений, если ты получил информацию, и, допустим, у тебя кармический реугольник, как пример, это показывает космография, да, я, ну, я так говорю обычно, ну, сидите дома, ну, что вам, один день ничего не решит, да, в протяжении вашей большой, светлой жизни, да, есть возможность сидеть из дома, и люди начинают, ой, 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 а если я, ну, давайте так, если вам надо, вы помните, что вам не надо садиться за руль, что вам не надо там давать деньги в долг, принимать серьезные решения, вот это делайте, а дальше рассуждайте, мы не должны быть рабами чего-либо, мы же родились свободными, да, согласен, и если мы получили знания, они не должны быть, как бы, знаете, эти знания должны немножко быть с рассуждением, а не так, вот мне доктор сказал вот так, ну, грешим, грешат россияне этим, потому что тоталитарный режим, он дает на себе последствия, да, и если категоричность, то присутствует во многих наших, к сожалению, вот эта категоричность, а рассуждение не у всех, так вот, именно вот эта вся история, витаматематика, она учит рассуждение, философии прежде всего, анализу, анализу, включать мозги надо, наблюдать, и поэтому здесь нет зомбирования, нет никаких, витаматематика, математика, это точная наука, если мы говорим про цифры и числа, то есть это по-любому будет сухая выжимка, я просто немножко знаю больше, чем вы, да, ребят, смотрите, давайте сделаем так, опять же, это вот сегодняшняя наша встреча, это как бы, да, знакомство, да, с Владимиром, то, о чем он говорит, и время, конечно, летит незаметно, наверняка вы тоже уже смотрите на часы, уже морага, и думаете, когда же они там наговорятся, смотрите, давайте сделаем так, ребят, пишите в комментариях, здесь под видео, понравилось, не понравилось, вот формат таких передач, да, то есть, если действительно это интересно, мы будем не только вот просто рассуждать, разглагольствовать, да, например, а, что мы сделаем, то есть вы, ну просто, чтобы людям было понятно и интересно, вы можете, например, прислать здесь под видео, к примеру, два-три, возьмем примеры, посмотрим, разложим, да, свое имя и дату рождения, да, можем посмотреть, потом онлайн сделаем какую-то, или какую-то онлайн, да, это вообще круто, а, вот пример, да, на сегодняшний день, извините, да, значит, русское радио, мы с Кларой были на радио, да, я слышал, я знаю, и там они сами, они были в шоке, это, у них, такого рейтинга никогда не было, это что-то более 3000 смсов, звонков, именно были построены вот на этом, да, мы можем, да, это, кстати, хорошая идея, она, я думаю, что имеет право на жизнь, я сам люблю прямые эфиры, когда вы сами видите, я думаю, что онлайн конференцию, мы сядем с Кларой вдвоем, вообще не вопрос, и где-то я могу сказать, что тогда мы поставили такой своеобразный рекорд, дали ответ за два с небольшим часом, дали ответ на 78 запросов, это, конечно, бешеная история, это много, нет, давай, я за, ребят, ну вот видите, на ваших глазах уже, в общем-то, продолжение родилось, но до того, до того, да, я думаю, что я не хочу навязывать себя никому, но надо как-то, может быть, осветить эту тему, ну, мне нет проблем, нам с вами, правильно, мы сейчас это расскажем, это, допустим, нумерология такое, космография за это, цифрология такое, мардалы это здесь, музыка здесь, рейки здесь, это все объединяется, и я думаю, что, я думаю, наоборот, это может быть так сделать такое, в общем, одним словом, продолжение следует, все, ребят, спасибо большое, что были с нами, всем добра и позитива, с вами был Сергей Симонов, и Владимир Пусинецов, чао, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова